Добро пожаловать в Библейскую школу Центра Духовного Просвещения. В этом квартале мы изучаем Евангелие от Иоанна, основные темы. Сегодня четвертый урок, он называется «Свидетели Христа Мессии». Главным образом мы будем работать с первой главой Евангелия от Иоанна, с теми отрывками, которые не изучали в предыдущем уроке. Итак, Евангелие от Иоанна, первая глава, стихи с 19 по 28. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его «Что же, ты или я?» Он сказал «Нет». «Пророк?» Он отвечал «Нет». Сказали ему «Кто же ты, чтобы нам дать ответ, пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал «Я глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланы были из парисеев. И они спросили его «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк?» Иоанн сказал ему в ответ «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. Вот это первый отрывок на тему свидетелей Христа Мессии. В 19 стихе рассказывается о том, что некто, который назван здесь Иудеи, послали к Иоанну посольство. Итак, вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его «Кто ты?» «Кто такие Иудеи?» Ведь и священники, и левиты, они из Иудеи. Что обозначает этот термин? Мы находим, что термин «Иудеи» здесь обозначает тех, кто, во-первых, живет в столице, потому что сказано «пришли из Иерусалима». Во-вторых, это те, кто имеет в своем распоряжении служителей храма, священников, левитов. Это руководители, это религиозные вожди. В этом цикле мы уже сталкивались с таким значением термина «Иудеи». Оно не всегда, это слово означает именно вот это. Иногда оно, на самом деле, обозначает группу людей этнической принадлежности. Но вот очень важно знать и, исходя из контекста, отслеживать, о ком идет речь. О народе, о национальности, о происхождении, или же вот как вот в этом смысле, который повторяется многократно в Евангелии Теяна, как обозначение религиозных вождей народа. Итак, вот посольство пришло, задает вопрос «Кто ты?». Что означают слова Иоанна «Я не Христос?». Это вот первое, что он говорит «Я не Христос». В оригинале используется термин «Хоо» – «Христос», то есть слово «Христос» с артиклем. Иными словами – «Тот самый Христос». А термин «Христос» обозначается и объясняется дальше. Евангелия Теяна, 1 глава, 41 стих, говорит, он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». Оказывается, «Христос» – это перевод термина «Мессия». «Мессия», в свою очередь, это транслитерация еврейского «машех», что означает «помазанник». Так вот, ситуация здесь очень интересна. В том смысле, что Иоанн сам является помазанником. Что это означает? Ну, давайте вспомним его происхождение. Евангелие от Луки, 1 глава, стихи 5, 59 и 60. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авеевой череды именем Захария, жена его из рода Аронова, имя Елисавета. В восьмой день пришли обрезать младенца, то есть вот рождается уже ребеночек у этой четы, и хотели назвать его по имени отца его Захарию, но на это мать его сказала «нет», а называть его Иоанном. То есть Иоанн родился в священческой семье, он, соответственно, был священником. И, как нам рассказывает книга «Исход», 28 глава, 41 стих, «облики в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне». То есть и первосвященника, и священников помазывали, когда они начинали свое служение. Соответственно, Иоанн был помазанником. Но не Хохристос, не Христос, Мессия, помазанник, с артиклем, тот самый, о котором говорят священные писания, о котором пророчествуют, точно так же, как и когда говорится о Мессии в 41 стихе, где объясняется, что еврейская Мессия означает греческая Христос, то и там также термин «Мессия» используется с артиклем, то есть в подлиннике «тон Мессиана». Иоанн сразу же расставляет все по своим местам. Он священник, помазанный. Он говорит «Я не помазанник», «Я не Машеф», «Я не Христос». Кто же он? Кем считал себя Иоанном? Вот что он сам говорит о себе в 23 стих. Он сказал «Я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу», как сказал пророк Исайя. Он считает, что является исполнением пророчества пророка Исайи. И он ссылается на определенный отрывок, из которого также мы можем узнать ответ на вопрос, что слова Иоанна открывают о том, кем он считает Иисуса. Кто такой Иисус? Он цитирует из 40 главы Евангелетана 3 стих. Там написано «Глаз вопиющего в пустыне». «Приготовьте путь Господу». «Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». «Господу» — это подлинники, тетраграмматон, Божье имя, Яхвы или Яхва, если читать просто по оголосовкам. То есть речь идет о том, что этот глаз, Иоанн в данном случае, он готовит путь для идущего за ним, для Иисуса. И этот Иисус есть Яхве. Это совершенно четко и прямо провозглашено. Чтобы не было сомнений, он говорит «Богу нашему». «Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». Итак, вот это очень ясное, четкое заявление в отношении того, кем Иоанн, священник, считал Иисуса. Последний вопрос по этому фрагменту. Что вопросы в 25 стихе открывают о крещении и его месте в мировоззрении и опыте той эпохи в народе Божьем? 25 стих. И они спросили его, «Что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илья, ни пророк?» Обратите внимание, вот эти посланцы религиозных вождей, сами священники и левиты, среди них были и фарисеи, они не задают вопрос, что это за странные манипуляции ты тут делаешь? Зачем ты окунаешь народ? Что тут вообще происходит? Они прекрасно понимают, что происходит. Их не интересует вопрос, что и для чего. Их интересует вопрос, имеешь ли ты власть это делать? Что же ты крестишь, если ты не тот, не другой, не третий? И это открывает, что крещение, погружение в качестве способа омовения грехов, ждали, и ждали его как раз-таки в контексте пришествия Мессии, Илии, который явился должен перед этим, или пророка. Таким образом, это не было новым, так сказать, новозаветным обрядом. Это было давно установлено еще в эпоху Моисея, в эпоху дарования Торы. Продолжаем читать Евангелие Иоанна 1 главы и посмотрим на стихи с 29 по 34. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех и мир. Сей есть тот, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». «Я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Еще одно свидетельство о том, кто такой Иисус. Несколько вопросов по этому отрывку. Первый простой. Как Иоанн назвал Иисуса в 29 стихе? Он говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Более важный вопрос заключается в следующем. Откуда у Иоанна эта концепция? Почему он связывает человеческую личность Бога, ставшего человеком, как мы изучали в предыдущем уроке, с жертвенным животным, агнец, берущий на себя грех? И, как известно по законам Пятикнижья, после этого животное приносится в жертву? Ответ. Эта концепция очень ярко представлена там же, у того же пророка, которого Иоанн цитировал, только что говоря, «глаз вопиющий в пустыне». Речь идет о пророке Исаии. Давайте вспомним 53 главу этой книги. У нас нет времени, чтобы обстоятельно читать все пророчества, нас интересует именно то, что касается агнца. Итак, например, третий стих говорит, «Он был презрен и умолен пред людьми муж скорбей, изведавший болезни и так далее». То есть, во-первых, речь идет о мужчине. Речь идет о существе мужского пола. Вот этот человек, мужчина, дальше, пятый стих говорит, «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше, наказание мира нашего было на нем». Вот на этого человека возлагаются грехи. Он несет наказание за грехи, за беззаконие. Дальше об этом в шестом стихе еще ярче. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Вот именно это цитирует Иоанн, говоря о том, что агнец он берет на себя. То есть, на него возлагаются грехи. И далее, собственно, сам образ, седьмой стих, говорит, «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Итак, этот человек, на которого Господь возлагает грехи, он умирает, как агнец. Вот откуда концепция агнца Божия. И Иоанн, священник, сам говорит, вот это тот, вот это исполнение этих пророчеств. Важно отметить, что Иоанн не был здесь революционером мыслей, думая о том, что 53-я глава книги пророка Исаии говорит именно о мессии, о помазаннике. Дело в том, что еще во II веке до н.э. в Таргуме, Таргум – это перевод священного писания с древнееврейского на арамейский язык, в Таргуме Иоаннатан бен Узиэль на книгу пророка Исаии 52-ю главу 13-й стих пишет следующий. Давайте вначале прочитаем это в сендальном переводе Исаии 52-13. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится». И далее продолжается речь 53-й главы о мужчине, который возьмет на себя грех, который умрет как агнец и так далее. То есть вот этот вот фрагмент вводится словами «Вот раб мой». И в Таргуме Иоаннатана бен Узиэля во II веке до н.э. сказано «Вот раб мой Мессия будет благоуспешен» и так далее. То есть этот текст вынимался как мессианский задолго до служения Иоанна Крестителя. Еще ряд вопросов по этому отрывку «В каком смысле Иисус был прежде Иоанна?» 30-й стих говорит «Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Давайте вспомним соотношение возраста Иоанна Крестителя и Иисуса. Мы находим в Евангелии Иоанна в первой главе стихах с 24-го по 27-й, дальше в 30-м и в 31-м следующее «После сих дней зачала Елисавета жена его и таилась пять месяцев и говорила «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейске, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Мария, и сказал ей ангел, не бойся Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в очреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». То есть, когда Елизавета уже была беременна Иоанном, когда был ей шестой месяц, в это время является ангел Гавриил Деве Марии и говорит, вот ты зачнешь и так далее. То есть, Иоанн родился на полгода, на шесть месяцев раньше Иисуса, потому он был старше, он был прежде Иисуса. Потому-то и важно прояснить, в каком смысле Иоанн говорит, что Иисус был прежде его. Ответ здесь он ссылается на предвечное бытие Сына Божья. Как мы читали уже в Евангелии Иоанна в первой главе в третьем стихе, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Следующий вопрос. Как Иоанн узнал о том, кто именно есть Агнец Божий? Стихи 32 и 33 рассказывают о том, что ему был дан знак. Пославший его сказал, на ком увидишь Духа Святого Сходящего и пребывающего, и сказано, видел Духа, сходящего с неба, как голубя, который пребывал на Иисусе. Вот это был знак для Иоанна, и он, увидев это, провозгласил. Он говорит, я с Иисусом не был до этого времени знаком, но вот пославший меня дал мне такой знак. Последний вопрос по этому отрывку, как еще Иоанн назвал Иисуса? 34 стих говорит, я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Итак, Агнец Божий, который берет на себя грех мира, Сын Божий, вот это свидетельство об Иисусе из уст священника Иоанна. Продолжаем читать первую главу Евангелия от Иоанна и посмотрим на стихи с 35 по 42. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал, вот Агнец Божий. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надобно? Они сказали ему, рави, что значит учитель, где живешь? говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Нем, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень Петр. Первый вопрос по этому отрывку, как назван Иисус здесь? В 38 стихе находим, что его называют термином рави. Так его называют двое учеников Иоанна, который в евангельском тексте сам назван равином. Чуть дальше в этой главе в 49 стихе написано, Нафанаил отвечал ему рави, вновь, точно такой же термин. Теперь третья глава Иоанна Галитана, второй стих говорит, он пришел к Иисусу ночью и сказал ему рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Это слова Никодима. Теперь шестая глава Иоанна Галитана, стихи 24-25. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса, и, найдя Его на той стороне моря, сказали ему, рави, как ты сюда пришел. То есть и в народе Иисус почитался равином. Это вот еще один титул, который открывает то, кем был Иисус. Дальше. Проверьте вопрос Иисуса в 38-м стихе в иных переводах. Согласно Синодальному, Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надо. А вот, когда мы смотрим современные переводы, в частности, перевод Кассиана, там написано, что вы ищете. Это дословный перевод текста подлинника. Что вы ищете. То есть, не что надо вам, а именно каковы ваши устремления. И очень интересно, что это первые слова Иисуса по повествованию Евангелия от Иоанна. Чего вы ищете? Это, пожалуй, один из самых главных вопросов в принципе в жизни. О приоритетах человека, о его целях, о том, во что он вкладывает время и усилия. Чего вы ищете? Что вы ищете? Следующий вопрос. Проверим конец 38 стиха в иных переводах. В синодальном написано «Учитель, где живешь?» Ну, и, соответственно, вопрос «Где же жил Иисус?» Когда мы смотрим на иные переводы, то, например, перевод Стерна говорит «Где ты остановился?» В тексте подлинника используется глагол «мено» и согласно контексту все это происходило в Вифаваре. 28 стих об этом говорит. Это происходило в Вифаваре, при Ордане, где крестил Иоанн, потом приходит туда Иисус и так далее. Соответственно, это Иудея. То есть, жил ли Иисус в Иудее? Нет. Мы находим позже, в 43 стихе этой же первой главы, написано так, «на другой день Иисус восхотел идти в Галилею». И вот там в Галилее, как нам рассказывает Иван Галилет Матфея, 4 глава, 13 стих, написано, «и оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском в пределах Заволоновых и Нефалимовых». Вот здесь в тексте подлинника уже другой глагол, греческое «катойкео», именно «поселяться», то есть жить, не просто останавливаться, не просто пребывать временно. Итак, таким образом ученики побывали у Иисуса в том месте, где Он остановился. Съемное ли жилье у друзей или у знакомых ли остановился, Иисус текст не рассказывает, но Иисус не жил, скажем так, стационарно, перманентно в Иудее. Еще один интересный вопрос, в силу чего ученики Иоанна распознали в Иисусе Мессию? 41 стих говорит, он, то есть Андрей, первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос». В силу чего они пришли к такому заключению? Мы находим в тексте следующие ответы, 37 стих, «Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом». Сии слова, как говорит 36 стих, Иоанн, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот Агнец Божий». То есть, во-первых, их раввин, их учитель указал на Иисуса. И они теперь пришли, подошли и провели время с Иисусом. И вот именно во-вторых, 39 стих говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он остановился и пробыли у него день тот. То есть, личное общение с Иисусом. Информация от учителя плюс личный опыт, вот это вкупе произвело на них основательное впечатление. И они пришли к заключению о том, что Иисус является учеником. Последний вопрос по этому отрывку. Здесь фигурирует безымянный ученик. В тексте говорится, вот один из двух называется Андрей, а вот кто второй, текст молчит. Он упомянут этот ученик, но имя не названо. И вот в Евангелии Тиана этот мотив повторяется часто. Есть вот этот безымянный ученик. Например, в 13 главе Евангелия на стихах 23 и 24 написано «Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса, ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит». То есть есть вот этот безымянный ученик, которого Иисус любит, и у него какие-то особые отношения с Петром, потому что Петр именно к нему обращается с этим вопросом, который всех волновал. Дальше, например, в 18 главе Евангелия Иоанна в стихах 15-16, читаем, «За Иисусом следовал Симон, Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященческий». А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвергнице и ввел Петра. То есть что мы здесь имеем? Вновь Петр и другой ученик. То есть мы видим, что у них какая-то особая связь, особая близость. Далее 20-я глава Иоанн Глитана стихи 3-й и 4-й. Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. Отсюда можно сделать вывод, вновь они вместе, Петр и этот другой ученик. А во-вторых, скорее всего, этот помоложе, потому что прибежал быстрее. Наконец, только лишь в самом конце Иоанн Глитана мы узнаем, кто это. 21-я глава стихи из 20-го по 24-й. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя? Его увидев, Петр говорит, Иисус, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? И вот разгадка. Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, знаем, что истинно свидетельство его. То есть, вот в самом конце мы узнаем, что этот безымянный ученик, другой ученик, ученик, которого любил Иисус, который был близок к Петру, это Иоанн, писатель Евангелия от Иоанна. Продолжаем читать первую главу Евангелия от Иоанна и посмотрим на стихи с 43 по 50. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, иди за мною. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того, о котором писал Моисей и в законе и пророки. Иисус, сын Иосифа из Назарета. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему, пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит ему, почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему ответ, прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя. Нафанаил отвечал ему, рави, ты сын Божий, ты царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ, ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего. Вопрос. Откуда Иисус знал Филиппа, чтобы искать его? Ибо текст так говорит, что когда Иисус восхотел Тевгалей, он находит Филиппа, он находит Филиппа, он ищет его и говорит, иди за мною. Откуда Иисус знал его? В 44 стихе есть подсказочка, Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. То есть, была личная связь, было вот это знакомство. Потому, эта подсказка означает, что именно вот от Андрея, от Петра этот ученик узнал об Иисусе. И потом дальше, в 12 главе, в стихах с 21 по 22, у нас снова та же цепочка. Филипп подходит к Андрею, Андрей подходит к Иисусу, у нас нет времени читать. Но вот это свидетельство о значимости личного фактора, личного представления. Подобно тому, как двое учеников Иоанна стали теперь учениками Иисуса в силу рекомендации. Иоанна. Точно так же, вот Симон, Петр, по словам брата своего, пришел к Иисусу. Теперь, вот они, это рассказывают еще одному человеку. И таким образом, этот круг расширяется. Следующий вопрос. Чем руководствовался Филипп, формируя свое отношение к Иисусу? 45 стих говорит, Филипп находит Нафанаил и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Вот это основание, на основании священных писаний и сравнение с тем, что он видел лично в Иисусе. Как лучше всего помочь людям преодолевать предубеждение и скепсис? Вот что 46 стих нам открывает. Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета может ли быть что доброе?» Вот это предубеждение, да? Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». То есть предложить лично пообщаться, предложить личное знакомство. Это самый эффективный способ преодоления предубеждения и скепсиса. Последний вопрос в подрывку. «Как назвал Иисуса Нафанаил?» 49 стих говорит, «Рави». Это термин мы уже встречали. Дальше. «Ты сын Божий, ты царь Израилев». Вот это свидетельство, которое мы находим в первой главе. Свидетельство об Иисусе. Кратенько, напоследок, еще одно свидетельство из третьей главы Евангелия Теана, первые два стиха. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейский. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Итак, как Никодим назвал Иисуса, мы уже к этому вопросу обращались, «Рави, учитель, пришедший от Бога, с ним Бог». Вот это мнение Никодима. Проверьте середину второго стиха в иных переводах. У нас написано, «Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если с ним не будет Бог». А вот в современном переводе российского библейского общества написано «таких знаков». В подлиннике речь идет именно о знамениях, указывающих на нечто. То есть деяния Иисуса были знаками того, кто Он. И по этим знакам Никодим принял свое решение. Кем же был Никодим? В первом стихе говорится «фарисей, один из начальников иудейских». Это очень важное заявление. Начальник иудейский. Этот термин позже в седьмой главе, в стихах 50 и 51, обозначает представителей Синедриона. То есть Никодим, скорее всего, был членом Синедриона. В чем же значимость этого свидетельства Никодима? Во втором стихе есть такие слова «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Место не менее «мы» описывает тех, к чему кругу принадлежал Никодим. Он начальник, он член Синедриона. То есть вот это рассказ об изначальном отношении начальников к Иисусу. Вот так вот все начиналось, пока не возникли разногласия, конфликты с завистьом и прочее. Вот это некоторые свидетельства о том, кто такой Иисус. Это все, на что у нас было время сегодня. Если материал этого урока принес вам благословение, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на канал Центра Духовного Просвещения, если еще не подписаны. Подписывайтесь также на мой авторский канал. Этот урок дублируется на нем, а также там есть иные материалы, которых нет на канале Центра Духовного Просвещения. План этого урока находится в описании видео. До новых встреч в исследовании Евангелия Теана. Редактор субтитров А.Семкин